Музыка Приветствую всех наземных жителей и их родителей Я морской мудрец, граф Батискаф Мы с вами в жемчужной бухте И этой глубиной владею я, граф Батискаф Подводная математика, мой морской конек Я могу пересчитать все жемчужины в бухте А их, поверьте, немало Все утро я их пересчитывал и перекладывал Из одного сундука в другой Утомился Теперь можно немного поспать Пока в бухте тишина и покой Ваше морешество Требую немедленно наказать пирата Он мне всех черепах распугал Захар, рассказывай, кто там кого распугал? Акулий зуб распугал моих черепашек Видите ли, граф, я наконец-то нашел профессию Близкую мне по духу Стал погонщиком морских черепах Утро собираю их стадо Веду на подводную полянку и там выгуливаю Вот и сегодня утром вывел их на прогулку И тут прибегает акулий зуб И как начнет кричать, ногами топать Морские черепашечки со страху все разбежались От его крика не только черепахи разбежались Даже морские ежи под камнем спрятались Честно говоря, когда пират так кричит Я и сам его очень побаиваюсь Опять акулий зуб мое море волнует Надо немедленно во всем разобраться Шарик, шарик, а ну-ка позови сюда акулий зуба Быстро А-а-а Ваша рыба мудрость А я все гадал Когда вы меня позовете Ну что, где моя грамота? Надеюсь, она с печатью Все как положено Акулий зуб, за что это я тебе должен дать грамоту? Действительно Честно говоря, я вообще-то позвал тебя, чтобы отругать Ты зачем Захару мешаешь спасти черепах? Это я мешаю? Да я спас Захара, представляете? Иду я по морскому дну Никого не трогаю И тут вижу Окружают Морские черепахи окружают Захара Ну а я хоть и пират Но другу на помощь всегда приду Я ногами как затопал Закричал Шиш-ш-ш И спас Захара от диких черепах А он мне, кстати, даже спасибо не сказал За что спасибо-то? Ха! Черепахи были не дикие, а не домашние Я их выгулил, между прочим Так, Захар Да-да Напиши на листочке Сколько всего было черепах И сколько осталось теперь? Ну, пиши, чего так долго думаешь? Не знаю, как все это записать в цифрах. Всего черепах было десять, а сейчас ни одной не осталось. Все ясно. Акули, Зуб, помогай! А что, пират, что сразу пират? Я чего, я ничего. И вообще, разрешите откланяться. Стоять? Судя по всему, никто из вас не знает, как записать правильно число десять и ноль. Я прав? Надо срочно восполнить этот пробел. За мной! Итак, начнем. Акули, Зуб, Захар. Подумайте, как цифрой обозначить то, что предметов, ну, в нашем случае черепах, нет совсем. Да никак этой цифры не обозначишь. Я много разных цифр знаю. И цифры под названием «ни сколько» точно не существует. И я тоже о цифре «ни сколько» не слышал. Знаю, нам нужно ее придумать, ваше морещество. Ну, а вы что предлагаете? А я предлагаю вот что. Думаю, цифру нисколько лучше всего изобразить в виде круга. Вот так. Она похожа на бублик. Ваше морещество, позвольте вам возразить. Эта цифра похожа на букву «О». Их точно будут путать. И вообще, эта цифра какая-то не солидная. У этой цифры весьма солидное имя. Она зовется цифрой «Ноль». 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 А ей идиот. Разрази меня квадратный корень. Ничего не скажешь. Отличное название для цифры, которое ничего не обозначает. Что ж, вернемся к нашим черепахам. Захар, напомни мне, сколько черепах у тебя осталось после того, как пират их распугал? Нисколько. Ноль. Вот, верно записал. А теперь напиши, сколько черепах было до того, как их распугал акуль и зуб. Вот, столько черепах у меня было. Ровно десять. Если десять, то почему же ты тогда записал столько единиц? А разве десять не так пишется? Не так. Математика – это точность. А число десять пишется с помощью двух цифр. Единицы и ноля. А наоборот можно. Сначала ноль, а потом единица. Мне кажется, так будет намного симпатичнее. Страсть. Как люблю все переставлять, особенно цифры. Акуль и зуб. Цифры нельзя просто так переставлять местами. Ни в коем случае. Еще раз повторяю, запомните. Математика – наука точная. Тут все должно быть по правилам. И запомните. Вот так выглядит цифра десять. Сначала единица, и уж потом ноль. Запомнили? Да. А вы, ребята, теперь попробуйте на листке бумаги написать десять. Сначала единица и ноль в конце. Не хочу показаться занудой, но про цифру ноль и про то, как записать число десять, мы все узнали. А вот моих черепах так и не нашли. Их все еще ноль. Я предлагаю начать поиски прямо сейчас. Но искать черепах мы будем строго следуя математическим правилам. Видите, сундучок на столе. В нем лежат карточки с цифрами. Я буду вытаскивать по одной, а вы будете звать черепах ровно столько раз, сколько написано на карточке. Готовы? Да. Так точно. Так, на карточке написано цифра четыре. Значит, нам нужно позвать черепах ровно четыре раза. Ребята, помогайте. Черепахи! 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 Что-то они не спешат возвращаться. Да. Может быть, не услышали? Попробуем еще раз. Ой, ну так нечестно. Выпало число ноль. Значит, мы не должны звать черепах? Ну как же мы их тогда найдем, а? Просто попробуем вытянуть еще одну карточку. Давайте скорее уже. Так, не понял. Это что еще такое? Когда рядом единица и ноль, это число десять. И значит, мы должны целых десять раз крикнуть «Черепахи! Черепахи! 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 Черепахи!» Ой! М-м-м-м-м! М-м-м! Ну что такое? Какие черепахи? Акулий зуб, это ты? Выдумал новый способ пробуждения вулкана? М-м-м! Сейчас как извергнусь, плохо будет вам! О, великий вулкан! Не надо извергаться. Мы просто пытались разыскать пропавших черепах. Вы их случайно не видели? Хм-м-м! Да, я знаю, где они. Но скажу только, если вы справитесь с моим заданием. Акулий зуб, подойди к доске. Сколько у человека носов? Ну, это просто. Тут даже Захар не ошибется. Нос у человека один. Пишем цифру один. Это правильно. Вопрос второй сложнее. Сколько у человека на руках пальцев? Захар, твоя очередь отвечать. Ух! А тут уже считать надо. Та-та-та. Ха-ха! Вот! Кажется так. Десять пальцев. М-м-м! М-м! М-м! Молодцы! Хе-хе-хе-хе! Все верно. На этот раз вопрос очень сложный. Подумайте вместе. И скажите, сколько у человека хвостов? Чего ты на меня смотришь? Я вообще-то пират. И в строении человека не разбираюсь. Но, кажется, у людей хвостов совсем нет. Хм-м! Раз нет совсем, значит, нам надо написать ноль! Хе-хе-хе! Вот так! Я прав, уважаемый вулкан? Хе-хе-хе! Да! Все верно! Вы справились с моим заданием. Теперь я готов вам сказать, где спрятались черепахи. Я видел их в западном гроте. У дома медузы. Если их еще что-нибудь не напугало, думаю, они все еще там. Все. Засыпаю. И прошу не будить меня. Побегу скорее к ним, мои бедненькие черепашки. Какого страху от пирата натерпелись. Надо их успокоить. А ты, Акулий Зуб, не кричи. И квадратными корнями не швыряйся. А то всю лагуну распугаешь. Я пошел. А ты, пират, прежде чем уйти, помоги мне. Пока мы искали черепах, куда-то уплыл шарик. А сейчас у него по расписанию время математического полдника. А в математический полдник он ест только то, что похоже на цифры. Найди, пожалуйста, на столе что-нибудь подходящее для моего шарика. Так. О, бублик. Он не только вкусный, но и похож на ноль. А еще, еще. О, батон. Он напоминает единицу. Вместе получается вполне вкусная съедобная запись числа 10. Спасибо, пират. Не оставил моего питомца голодным. Рад был помочь. А теперь поплыву. Может, какой-нибудь клад по дороге найду. А мне пора составить меню на математический полдник. Но прежде давайте повторим все то, что сегодня узнали. Мои сухопутные друзья, сегодня мы узнали, что в математике есть цифра, которую пират и Захар назвали нисколько. Это цифра ноль. Она похожа на баранку или круг. И эта цифра действительно обозначает, что предметов нет. Также мы выяснили, что число 10 можно записать только двумя цифрами. Для этого используются цифры 1 и 0. И никак по-другому. Сначала 1, потом 0. Запомнили? Очень надеюсь, что и мои подданные тоже хорошо усвоили этот урок. Уважаемые сухопутные жители и их родители, а вот домашнее задание. Уверен, вам не раз встречались раньше изображения цифры ноль. Попробуйте теперь отыскать ее. Обратите внимание на часы, календарь, номера домов или машин. Интересно, сколько нулей вам удастся найти? Учите математику. Но и письма мне писать не забывайте. До скорой встречи, ваш граф Батиска. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестренку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет. Кто знает счет тому? Почет. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Со дна подводного достать. И математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет. Кто знает, что тому захочет!